Библейский портал Экзегет Автор вопроса видит, как все побеждается кругом злом и, видимо, в отчаянии не понимает, как эти слова можно исполнить О чем говорит апостол? Апостол говорит о том, что если я в ответ на причиняемое мне зло злюсь и творю зло, то я им побежден Допустим, меня толкнули, если я в ответ впал в раздражение, потом в гнев и толкнул точно так же человека Я сотворил такое же зло, я его умножил, я его удвоил Я им побежден Даже если я не толкнул в ответ, но страшно осудил, в другой форме это зло все равно в меня проникло И таким образом я его умножаю Если я не позволяю себе в ответ согрешить, то зло на мне останавливается Я им не побежден Вот одна из побед Христа по рассуждению святых отцов в том, что, будучи абсолютно несправедливо казним, пытаем и убиваем Он не гневался на тех, кто это делал, а молился Отцу Небесному об их прощении Так же, как и очень многие христианы впоследствии От архидиакона Стефана, который молился за своих убийц То, что описано в книге Деяний До жизнеописания, например, преподобной мученицы Великой Кигине Елизаветы Федоровны Это люди, которые не только не злились в ответ, хотя их убивали У них отнимали самое ценное, что есть на земле, жизнь Они переживали за своих убийц и молились об их прощении Они не только не позволили победить злу себя, но еще и победили зло И мы знаем, что один из тех, кто не участвовал по малолетству, но присутствовал и знал об убийстве Стефана, стерек одежды Может быть, через это и стал из Савла апостолом Павлом, когда столкнулся с такой вот удивительной любовью Поэтому любовь, которая делает нас причастниками любви Христовой Любви Христа, победившего зло Она может победить это зло Не всегда это будет препятствовать разрушению жизни Но правда Божия, которая нисходит на душу человека, победившего зло Она утешает человека, приносит ему огромную радость Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!